Одисса Баба. Детские сказки и истории для детей. Красная шапочка. В одном лесу жила маленькая девочка вместе со своей мамой. Девочка всегда носила красную шапочку, которую связала для неё бабушка. Поэтому все называли её Красная шапочка. Однажды, в канун Нового года, Красная шапочка подошла к матушке, суетившейся на кухне, и сказала Мама, я так счастлива, что наступает Новый год. Может быть, бабушка присоединится к нам сегодня? Бабушка больна, моя дорогая, но я как раз готовлю для неё новогодние пирожки. Могу я отнести эти пирожки бабушке? Нет, моя дорогая, на улице слишком холодно. Я схожу сама и скоро вернусь. Я соберу ей немного лечебных трав, чтобы она выздоровела как можно скорее. Пожалуйста, мамочка, у тебя столько дел. Я добегу до бабушки и вернусь. Ты не успеешь и глазом моргнуть. Ну, хорошо, но одевайся потеплее. Девочка надела свои красные сапушки и красную шапочку, взяла корзинку с пирожками, которую приготовила для неё мама, и отправилась в путь. Не сворачивай с тропинки, возвращайся домой до темноты. Хорошо, мамочка. В лесу было и правда холодно, и было море снега. Красная шапочка радостно шагала по зимнему пейзажу. В глубине леса она встретила молодого охотника. Он охотился на волка, который повадился воровать в деревенских домах еду и скот. Никогда не думал, что буду праздновать Рождество в одиночестве. Но сегодня я поймаю тебя, злой волк. И от этого в новом году все станут гораздо счастливее. Волк держал в страхе всех фермеров, и в тот день он как раз выбрался за добычей. Терпеть не могу эти снежные дни. Зимой невозможно найти еду. Тем временем красная шапочка продолжала свой путь к бабушке. Но вдруг увидела среди деревьев детёныша газели. Бедный малыш дрожал от холода. Бедняжка, как тебе холодно! Красная шапочка захотела помочь и двинулась вслед за газелью. Но та, завидев девочку, убежала. Подожди! Не убегай! Я не причиню тебе вреда! Я хочу помочь! Маленькая красная шапочка убежала за газелёнком глубоко в лес. Он был такой тонкий и быстрый, что скоро скрылся из виду. Красная шапочка ещё какое-то время продолжала идти за ним. Но вскоре поняла, что не сможет его найти. Тогда она оглянулась и увидела, что теперь была далеко от тропинки. Она никогда не бывала в этой части леса. А снег заполонил всё вокруг и не давал возможности понять, где она находится. Она думала, что сможет найти обратную дорогу по своим следам. Но следы уже замело снегом. Красная шапочка поняла, что заблудилась и горько заплакала. У-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху! У-ху-ху-ху-ху! Как же мне теперь быть? Ау-ху! Помогите! Помогите! Кто-нибудь слышит меня? Ау-ху! Ау-ху! Кто-то её действительно услышал. Но это был никто иной, как злой волк. Ау-ху-ху! Есть здесь кто-нибудь? Волк шёл на голос и вскоре увидел маленькую красную шапочку. Он подошёл к ней ближе. Увидев волка перед собой, красная шапочка ужасно испугалась и закричала. Помогите! Здесь волк! Кто-нибудь! Помогите! Помогите! Пссс! Не кричи, не кричи. Я не собираюсь обидеть тебя. Я услышал твой голос и пришёл помочь. Красная шапочка поверила волку и перестала кричать. А теперь скажи мне, что такая маленькая девочка делает в лесу совсем одна? Я несла пирожки своей больной бабушке и заблудилась. Оу! Я никогда не видел здесь людей. И где же живёт твоя больная бабушка? Эм... Маленькая красная шапочка не хотела рассказывать волку о том, где жила её бабушка. Она всё ещё сомневалась в том, желает ли ей волк добра. Эм... Я не могу найти бабушкин домик, находясь здесь. Если бы вы могли проводить меня обратно до лесной тропинки, я бы нашла дорогу. Что ж, тогда просто следуй за мной. Волк отправился вперёд, а красная шапочка последовала за ним. Надо ли говорить о том, что у волка был коварный план? Как только мы окажемся на тропинке, девочка покажет мне, где живёт её бабушка. Тогда я сначала съем её, а затем съем её бабушку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это я называю новогодним торжеством. Вскоре красная шапочка и волк добрались до тропинки. Ну вот мы и пришли. Теперь ты вспомнила, где дом твоей бабушки? Всё, о чём теперь мечтала красная шапочка, так это о том, чтобы избавиться от волка и поскорее добраться до своей бабушки. Спасибо. Теперь я легко найду дорогу. Это не так далеко. Это красный домик на опушке леса. Как раз в этот миг красная шапочка поняла, что совершила большую ошибку. Но было слишком поздно. Оу, правда? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Волк открыл свою пасть и направился к красной шапочке, чтобы съесть её. Но тут он услышал выстрел и в страхе убежал. Красная шапочка была спасена и со всех ног бросилась к домику бабушки. Тем временем охотник, который продолжал искать волка, увидел его следы на снегу. Я знаю, что ты где-то здесь. Я найду тебя. После своего холодящего душу приключения, красная шапочка наконец оказалась у домика бабушки. Она постучала в дверь и услышала голос бабушки. Дверь открыта, моя дорогая. Входи. Красная шапочка была немного удивлена. Да, голос у бабушки был странный. Этот голос не похож на бабушкин. Наверное, это потому, что бабушка простудилась. Красная шапочка открыла дверь и вошла. Все шторы были закрыты. В тёмной комнате лежала бабушка, закутавшаяся в одеяло. Спасибо большое, что пришла, милая. Что же ты принесла мне? Мама приготовила удивительные пирожки. Она сказала, что ты не сможешь присоединиться к нам в праздник. Поэтому я пришла навестить тебя. Ты поступила хорошо, моя девочка. Подойди же ко мне поближе, чтобы я могла разглядеть тебя. Красная шапочка подошла к кровати бабушки. Но у неё появилось плохое предчувствие. Ближе, дорогая, ещё ближе. Красная шапочка подошла ещё ближе к бабушкиной кровати. Бабушка выглядела очень странно. Бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя. А почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше видеть тебя. А почему у тебя такие большие руки? Это чтобы лучше обнимать тебя. А почему у тебя такие острые зубы? А это чтобы лучше съесть тебя. Вдруг из бабушкиной кровати выскочил волк и бросился прямо на Красную Шапочку. Помогите! Помогите! Вернись же, ты не убежишь от меня. Красная Шапочка выскочила из домика бабушки и побежала прочь. Но волк был быстр, он не отставал. Как раз в тот миг, когда уже собирался наброситься на девочку, волк почувствовал, что его нога в чем-то застряла. И тут же он оказался подвешенным на дереве. Когда Красная Шапочка остановилась и оглянулась, она увидела, что волк попал в ловушку. Она подошла к нему. Скажи, злой волк, где моя бабушка и что ты с ней сделал? Скажи мне! Он ничего не смог с ней сделать, не беспокойся. Красная Шапочка обернулась и увидела охотника, который как раз подошел к волку. С твоей бабушкой все хорошо. Она отдыхает в моей хижине. Когда я услышал, что твоя бабушка больна, я отправил ее в свою лачугу, чтобы защитить от волка. И я приготовил ловушку для волка. К счастью, мы поймали его до того, как он мог бы причинить тебе вред. Плохой волк! Он проник в дом моей бабушки, нарядился в ее одежду и пытался поймать меня. Но я чувствовала, что происходит что-то странное. Что ж, пойдем к твоей бабушке. А что до волка, мы поддержим его здесь в новогоднюю ночь. Я позабочусь о нем завтра. Охотник и Красная Шапочка отправились к хижине. А волк кричал им вслед. Эй, стойте! Не оставляйте меня здесь одного! Был уже вечер. Красная Шапочка, бабушка и охотник добрались до дома Красной Шапочки. Мама ожидала девочку на пороге с беспокойством и была очень счастлива увидеть ее живой и невредимой. Моя дорогая доченька, где ты была? Мама, ты здесь! Скажите мне, что случилось! Я расскажу тебе все, мама. Но прежде я хочу извиниться. Я не послушалась тебя и свернула с тропинки в лес. Ты не поверишь, что случилось потом. Я никогда больше не ослушаюсь тебя. Красная Шапочка и ее мама, бабушка и охотник провели этот Новый год вместе. Они ели вкусные блюда, танцевали и радовались празднику. Ну а для Волка это был худший Новый год в его жизни. Что ж, по делам. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова